Я не знаю таких людей, которые с улыбкой в рейс летят. Стоял на буксире, мы вместе смотрели вдали и думали, как же долго еще придется тут находить. Вот этот человек! Вот это красавчик! Сегодня написал в компанию два письма по поводу своей замены, попросил их пролить свет на происходящее, потому что контракт близится к символогическому завершению, а никаких новостей до сих пор нет. Они мне дали четкий ответ, что на визу ребятам подали 6 сентября, и как она будет готова, так сразу они нас тут сменят. Собирается менять меня и матроса, может быть капитана. Последние новости меня охватило неистовое чувство радости. Это, конечно, классно осознавать, что через пару дней, через полторы недели я уже могу быть дома и в следующие выходные встретить там. Действительно. Ну, это ощущение даже не описать. В принципе, я думаю, каждый моряк, который находился в рейсе и получал такие новости, особенно, когда флайдетали на руки придут, тогда можно будет бегать по своим этим товарищам, махать перед носом, дразнить их, ну так, по-товарищески, как говорится, без пафоса. Ну, это ощущение просто непередаваемое, такое спокойствие. Ну, как вначале была радость, веселье, эйфория какая-то даже. Сейчас уже оно все перетекает в спокойствие. Я осознаю, что контракт позади, что свои пять месяцев я тут отрудился. И смело можно лететь домой, наслаждаться плодами. Многие пишут под папинами видео, комментарии по поводу того, что они летят в рейс с улыбкой. Ну, я не знаю таких людей, которые с улыбкой в рейс летят. Я ничего не хочу сказать плохое про эту профессию. Я же уже, как говорил ранее, она предоставляет возможности. Большие возможности, но все-таки это чувство расставания с близкими, чувство расставания с любимыми. Как оно может не тяготить сердце? Может быть, у тех людей просто никого нет, поэтому они спокойно себя чувствуют. Ну, не знаю, по крайней мере, это, наверное, не про меня и не про экипаж, который находится здесь. Все, всем, кому я задавал этот вопрос, они мне как один говорили, что всем плохо, всем грустно. Кто-то даже напивает это состояние беспамятства. А потом полируется еще в самолете. Вот так. Вот все, конечно, шутки. Вот так самое счастливое состояние моряка – это билеты, когда на руки дают. Когда он собирает чемодан, его дружно провожают все. Когда он на лодочке плывет к берегу. Когда его забирает агент в аэропорт. Когда он задает багаж. Садится в самолет. Там его стюардессы спрашивают, что будете есть, что будете пить. И потом долгожданный аэропорт Борисполь. И все. И вот. Вот тот момент настанет, которого я ждал с начала контракта. Потому что я в начале контракта с матросом стоял на буксире. Мы вместе смотрели вдали и думали, как же долго еще придется тут находиться. Ну не на буксире, а на судне, я имею ввиду. Тем не менее, все это уже позади. Впереди только светлое будущее. Все. Всем удачи. Всем хорошего, быстрого рейса. И до встречи в следующий раз. В следующий раз, я думаю, засниму, как буду собирать чемодан. Многие видели видео, как я собирался в рейс. Сейчас я покажу, что после рейса у меня осталось. Много ли занимает это место. Это сниму. Возможно, как я буду на лодочке плыть к берегу. Ну и там по мелочи. Аэропорт и прочее. Вчера мы наконец забрали снова судно. Но, к сожалению, не в гостиницу, а на другое судно. Чтобы я тут пересидел один день. Вот он благополучно прошел. Сегодня у меня вылет в 21.35 с Луанды в Париж. Завтра прилетаю в Париж. И уже с Парижа в Борисполь. Буду лицать. В принципе, что хотел сказать. Переехал я на судно Крудойл Танкер. 113 тысяч дидвейт. Это около того Крудойл Танкер. Здоровенное судно. Можно сказать. Ну, почти такое же, на которое я проходил практику первый раз. Ну, правда, поменьше. У меня был 150 тысяч. Ну, вы знаете, после этого маленького газовоза, где я был два контракта, это просто гигантские размеры какие-то. Я в восторге от этих широкие коридоры. Тут кают немеренно. Да и, в принципе, пространство в каюте отличное, здоровое, громадное. Наверное, по сравнению с моей каютой, где я прожил полгода в этом контракте. По размерам, наверное, как две с половиной моей каюты. Я засниму, покажу, как тут выглядит каютка. На Камбузе тоже много места. В принципе, как и на всех судах больших, отдельно столовые для офицеров, отдельно столовые для рядовых. Между этими столовыми находится Камбуз. Что еще хотел добавить? Ну да, тут микс-крю. Тут и черные есть, и филиппинцы есть, и индийские ребята есть. Да, вот они начали между собой говорить, сразу вспомнил со второй контракт с индусами. Да, такие нормальные, веселые ребята. И кухня эта та же. Ну, что-то кухня мне абсолютно не нравится. Так, вчера вспомнил и запил сразу пол-литра воды благополучно весь этот ужин. Из наших русскоязычных только старшим стропом. Все. Ну, и был за второй штурман, но он уехал месяц назад. Настроение отличное у меня. Но что-то начал немного переживать. Обычно в это время уже присылают лодку и забирают на берег. Поэтому я вставил свой тревел сим в телефон, позвонил, объяснил ситуацию агенту. Но, к сожалению, я не понял, что он мне начал отвечать пару слов. Потому что я его абсолютно не слышал. Мало того, что я его не слышал, так он еще какую-то невнятную... Невнятно еще и говорил. Что-то там в окна происходит, кто-то вышел. Поэтому отвлекаюсь. Единственное, что я последний раз его начал спрашивать, последним мислом было. Меня заберут сегодня. Вроде как он прям промамлил. Yes. На этом я, конечно, не остановился. Пошел на мост. И на мосту уже второму штурману сказал то же самое. Старичок, позвони. Потому что я начинаю переживать. I'm getting nervous. Все. Начал там набирать буксиры. Порцелана и бонсай. Ну, какой-то буксир ответил, что они перезвонят. Он мне сказал, если они не перезвонят, то он пойдет к капитану. И капитан уже позвонит агенту. Ну, я от себя сделал все, что я мог. Все. Так что, до встречи уже набуксире. Так выглядит вход. Спиро Кабин номер 6. Что мы видим? Здесь вешалочка. Чемоданчик мой. Ну, чемодан не так ярко запакован, как изначально был. Так, что-то покидал я. Всякую ерунду. Там мой рюкзачок с ноутбуком. И с документами. Самое главное, должно быть всегда с собой. Всем привет. Так выглядит уборная. Душевая по совместительству. Вот они, вакуумные туалеты. Такой диванчик небольшой. Все сделано правильно. Если вдруг будет бортовая качка, значит, на него можно перелечь. И все будет хорошо. Кроватка. Столик удобный, большой, широкий. Так, столик для фильмов, для еды. Собственно говоря, вот и все. Больше ничего такого интересного в этой каюте нет. Но мило, уютно. Вот с этого танкера я уезжал. Конечно, жаль, нельзя на него в кофе посмотреть. Вон далеко завод, в котором мы группировали. Вот там BVM Press. А сейчас вот счастливы стоюте. Пошел в регистрацию. Дали мне билет. На нем все написано, какие ворота мне нужны, какие места я должен занять. Вот, нахожусь сейчас в ангольском Duty Free. В принципе, выбор не очень большой. Что-то там парфюма пару видов. Хиткат и мандем с выпивкой. Какая-то дешевая. Я все равно ничего не собираюсь покупать. Пойду сейчас пару бутеров съем. Такой вот ужин с громкой. Вот Friends Airline. Что-то у нас есть. Какие-то фрукты. Вот так. Тирамису, вино, рис и картошка с курицей. Сейчас 4 часа утра. Вот таким вот завтраком радует. Какой-то сок. Непонятный. Мультифрукт. Полочка с наеным тестом. Какой-то йогурт одно. Лена приехала. Здравствуйте. дождалась сашка сейчас мы встретим с бородой лысого еще не узнаем одевай шапку пошли как ты постарел борода усы где это все наши герои вот лена задержалась саш куда ты едешь расскажи в одессу недельку курсов недельку мы сейчас соревнуемся кто первый в рейс иван грозный а чего тут делает тебя ждем полгода прошло здравствуй мой родной заходи заходи мое солнышко дорогой а ты шоколад взяла с машины нет у меня настроение улетает санек через три дня все закончились выходные с отпуском вместе вот он и 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 Субтитры сделал DimaTorzok